Мы продолжаем нашу конференцию 4C, и вторым спикером будет Владимир Горбунов, главный инженер по звуку из Леста студия Wargaming. Здравствуйте, всем спасибо, что пришли. Меня зовут Владимир Горбунов, я являюсь старшим звуку режиссером компании Wargaming в Санкт-Петербург Леста студию. Сегодня мы поговорим с вами о саунд-дизайне и микшировании аудиоконтента на примере проекта World of Warships. Прежде всего, несколько слов обо мне. Кто я такой и что из себя представляю. Я, прежде всего, профессиональный звуку режиссер, музыкант и композитор с большим опытом работы в индустрии. На проекте корабли я работаю непосредственно с практически самого начала, и последние два года я являюсь уже непосредственно старшим звуку режиссером, и отвечаю за микширование аудиоконтента и за большую часть дизайна непосредственно уже звуков нашего проекта. Далее. Непосредственно переходя уже к разговору о звуке на кораблях, прежде всего мы должны определить, а что же такое World of Warships в контексте мировой разработки. Что выделяет этот проект из числа всех остальных игровых проектов. Прежде всего, World of Warships это уникальный корабельный геймплей, которого на столь качественном уровне до этого момента реализовано фактически не было. Это громадные карты, громадные калибры. Стоит также упомянуть, что у нас есть громадные корабли с главным калибром порядка 450-460 мм, что является крайне громадным орудием и грозным. World of Warships является достаточно уникальным продуктом в гейминдустрии, но эта уникальность является как положительным, так в каком-то смысле и отрицательным явлением, так как многие системы, как в звуке, так и в геймдизайне и в других областях разработки, приходилось разрабатывать фактически с нуля, так как не было качественных аналогов и фактически не сложился еще как таковой жанр эпичных морских баталий. Мы были в каком-то мере первопроходцами. Стоит также отметить, что с точки зрения звука, мало какая игра обладает таким хотя бы звуковым объектом, как вода на протяжении всего боя. Большинство боев во всех практически играх происходят непосредственно на суше, что тоже определяет особенность разработки. Дальше, прежде чем перейти к каким-то уже техническим аспектам, нужно определиться, а что же мы хотим добиться, как мы видим наш звук непосредственно на проекте кораблей. Прежде всего, наша команда пришла к тому, что звук должен отвечать на три вызова. Он должен быть всенепременно атмосферным, достоверным и информативным. Под атмосферностью подразумевается то, что вы должны как бы погружать игрока в игру. Под достоверностью понимается то, что игрок должен доверять всему тому саунд-дизайну, доверять микшированию всем тем правилам игры, которые вы в звуковом плане навязали ему фактически. И информативность, под этим подразумевается обратный фидбэк из игры. Игрок должен получать некую информацию на все свои действия, должен в звуковом плане получать подтверждение всего того, что он делает. Далее. Также мы считаем, что непосредственно уже наш звук в геймплее кораблей должен быть сопоставим с блокбастером. Мы должны предоставить игроку уникальное в звуковом плане приключение в геймплее. Это должен быть тоже такой же красочный звук, такой же насыщенный. И также не должно быть никаких проходных вещей в нашем геймплее. Также из этого вытекает и следующая позиция, такая как сценовость геймплея. Под ней подразумевается создание неких звуковых сцен и неких звуковых событий, к которым относятся в частности столкновение кораблей, пролет на снаряде, это в камере шелдтрейдер. Это контузия, в которой мы не просто рисуем какие-то, кидаем какие-то звуки и подключаем их. Мы рисуем целую картину. Допустим, при контузии у нас сразу глушатся весь, все окружающие звуки, у нас слышится писк в ушах, у нас слышится также объение сердца. Это целая драматургия звука, что помогает предоставить большую развлекательность нашему игроку, большую зрелищность. Дальше, уже непосредственно переходя к саунд-дизайну, начнем с того, что я уже говорил по поводу, я уже утверждал, что World of Warships достаточно уникальный продукт на рынке в гейминдустрии. В World of Warships есть достаточно нестандартные звуки, их очень много, и в частности упомяну о звуке выстрела главного калибра линкора и мата. Прежде всего, если учесть историчность и вспомнить все, что было, фактически мы не найдем ни одной записи выстрела линкора ГК и мата. Хотя игроки вам будут тысячу раз писать, что нет, мы не верим, мы не знаем, вот он должен бабахать не так, что-то не то. Тогда мы стали анализировать, а откуда они в принципе получают тот звуковой экспириенс, откуда они знают, как должен звучать этот выстрел. И тогда мы выясняем, что весь звуковой экспириенс игрока получается из тех же видеоигр, из непосредственно телевидения, из кинофильмов и так далее, из тех же самых блокбастеров. И мы выясняем, что фактически игрок не хочет слышать тот реальный звук, который был бы записан. Он хочет слышать тот как бы звуковой клише, который ему навязан кинематографом. По его мнению, выстрел должен звучать более объемно, более насыщенно, с большим раскатистым хвостом. Тогда как в реале выстрел, если кто-то был на полигоне, он представляет собой просто сухую атаку и, собственно, крайне невыразителен. Поэтому гипертрофированный реализм, в принципе, по моему мнению, невозможно воплотить в игровой индустрии на игровых проектах. Прежде всего, какие наши основные концепции, какие наши основные решения были для того, какие основные концепции, как мы должны развивать наш саунд дизайн. Прежде всего, мы опираемся на слуховой опыт игроков. Как раз таки мы решили не изобретать второй раз велосипед. И раз игроки хотят, чтобы у нас были громадные бабахи, мы их просто взяли и сделали, и все остались довольны. Но мы на этом не остановились. Также мы пошли путем создания еще дополнительных клишет, так как у нас есть, в принципе, звуки, которых до этого в играх не встречалось вообще никогда. Например, с этой точки зрения можно вспомнить звук попадания торпеды по кораблю. Вряд ли кто-то слышал этот звук, вряд ли кто-то его знает, вряд ли кто-то вообще, в принципе, находился на корабле во время того, как по нему попадала торпеда. Соответственно, мы создаем звуковое клише, в которое игрок должен поверить, и мы как бы устанавливаем правила игры, что вот этот звук будет обозначать именно попадание торпеды по кораблю. И с этой точки зрения в такой же ситуации на самом деле находились создатели кинофильма «Звездные войны», так как они, в принципе, создали тоже звуковое клише на выстрел бластера. Как вы все помните, он звучит как «Пиу-пиу». Хотя, если с физической точки зрения задумываться, то на самом деле никакого «пиу-пиу» там не должно быть. Там должны быть просто какие-то хлопки либо летящие искры. Но нам установили такое слуховое клише, и теперь для нас это является естественным правилом. И стоит также отметить, что после этого непосредственно все остальные фильмы, которые вышли после «Звездных войн» и в которых использовали бластеры, априори уже должны были следовать этим клише и, соответственно, создавать тот же самый звук бластера. Соответственно, исходя из всего перечисленного, главная наша концепция — это здравый баланс между реализмом и зрелищностью. То есть мы следуем как и слуховому опыту нашего игрока, так и создаем более кинематичный звук, более красочный, нежели та ситуация, при которой мы просто накидаем звук и просто будем его воспроизводить. Едем дальше. Что касается уже непосредственно концепции создания нашего саунд-дизайна. Прежде всего стоит отметить, что наша игра является онлайн-игрой. Соответственно, игрок проводит в ней достаточно много времени. Очень многочасовые геймплеи могут быть у него. Соответственно, весь саунд-дизайн должен проверяться и очищаться от шумов, от навязчивых резонансов, от каких-то раздражающих факторов в звуке. И, допустим, вплоть до того, что, возможно, гипертрофированные широкие звуки должны тоже пересмотреться, так как многократное их проигрывание будет раздражать. Далее. Также мы обостряем характерность звукового саунд-дизайна, если звук проигрывается именно в пачке звуков и не играется соло. Тем самым мы обостряем его дизайн и можем опустить его по громкости. Соответственно, у нас получается его фактическая громкость меньше, чистота микса получается более ясная. У нас большая локализация звука, меньше мутности в звуковой картине. Соответственно, тем самым мы расчищаем уже нашу будущую звуковую картину. И следующий параметр — это использование многоканальных исходников и бинуральных исходников, что прежде всего важно и больше касается амбиентных звуков, так как когда мы используем true амбиентные исходники, мы прежде всего в большей степени погружаем игрока именно в натуральную атмосферу. Игрок начинает в большей степени погружаться и доверять вашему саунд-дизайну. Он больше начинает доверять вашим всполохам ветра, порывам ветра, вашей воде, плескам океанных волн и так далее, и так далее. Далее. Но World of Forces является уникальным проектом. И есть в нем такие звуки, которые в принципе невозможно найти ни в звуковых библиотеках, невозможно их даже записать. Что же мы делаем? А мы начинаем, прежде всего, искать креативный какой-то подход и другие пути решения. Что же мы можем сделать? Прежде всего я вам расскажу о звуке пролета снаряда. Это когда снаряд летит на наш корабль, и мы слышим так называемый звук инкаминга, пролета снаряда, который по нашей теории, по нашей концепции должен быть явно с выраженными порывами ветра, такими пш-пш-пш-пш, и также должен обладать фазовыми искажениями, так как звук, фактически мы слышим прямой и отраженный звук, соответственно, они по интерференции сочетаются, и мы видим явный фленджер эффект. Я долго думал, а где же взять такой звук, потому что те, которые были в звуковых библиотеках, меня абсолютно не устраивали. И тогда я наткнулся на звук пролета просто обычной болванки, которая издавала мерзкий, ужасный свист. Но в ней были вот эти именно завихрения. Тогда я взял, как вы видите на картинке, это один из очень популярных аудиоредакторов, и точечно вырезал именно вот эту свистящую чистоту. Соответственно, чистота ушла, саунд-дизайн, который нам нужно было, остался. И звучит это примерно следующим образом. Свиста нету, а воздух есть. Собственно, чему мы добивались, то и получилось. Далее, по поводу, если мы начнем разговаривать, именно о создании тех звуков, которые никто никогда не слышал, то, как я уже изначально говорил, звук попадания торпеды по кораблю, очень долго я думал, как же его сделать, какой он должен быть. И тогда я обратился к своему собственному экспириенсу слуховому. Я помню, как в детстве у нас был очень большой бак с водой для полива, и я очень в детстве любил его пинать. Он издавал просто потрясающий звук, который был такой бах, и там еще и плескалась вода, что-то такое шуршало. Соответственно, меня это натолкнуло мысль. А в принципе, корабль — это же тот же самый лист металла сваренный, который плывет. И фактически физика поведения звуков должна быть примерно такая же. Соответственно, я взял звук гнущегося листа металла, подмешал к нему низкочастотный импакт, и вуаля, получилось что-то примерно следующее. Тут, правда, плохо слышно, но я думаю, концепция ясна. Суть в том, что тем самым мы как бы создаем клише и устанавливаем правила игры, что именно вот этот звук будет обозначать именно вот это действие. И на подсознательном уровне, когда игрок уже долго слушает это, он понимает, да, это пролетела торпеда по мне. Хорошо. Далее. Непосредственно уже переходя к микшированию геймплея, сначала определимся, а в чем же разница между микшированием, в принципе, классическим, в кавычках утверждая, это микширование музыки, постпродакшена и так далее, и так далее, и разница между игровым микшированием. Прежде всего, задача классического микширования – это громкостной баланс, то есть громкость между всеми звуковыми объектами. Это панорамирование, то есть расположение звуковых объектов равномерно по панораме, как слева, так и справа. Это частотная обработка, как творческая, так и инженерная, так называемая. Это решение частотных конфликтов, различных фильтрующих, фильтрующих эквализаций, обрезания всех ненужных частот. Также это динамическая обработка, это работа непосредственно с динамикой микса, как в отдельности на дорожках, так и на подгруппках, так и на мастершине непосредственно. И пространственно-временная обработка – это уже непосредственно расположение звуковых объектов в пространстве, в 3D-пространстве, как он будет располагаться, близко либо далеко. Это что касается так называемого классического микширования. Но мы имеем игровой геймплей. Что же отличает его и какая главная особенность? Прежде всего, самое главное, что может отличать наш геймплей от фактического микширования просто музыки – это отсутствие фиксированного линейного времени. Что это значит? В геймплее все зависит только от игрока. Что он сделает? Такая звуковая картина и будет. В музыке мы можем точно знать – на такой-то минуте, на такой-то секунде будет то-то и то-то. В геймплее фактически ничего подобного нет. Соответственно, из этого вытекают другие подпункты. Начиная от микширования и саунд-дизайн тесно быть взаимосвязанным. Так как в обычном микшировании музыкальной композиции все звучит плотно и никто не услышит в соло-режиме какой-либо объект. Тогда как в геймплейном режиме мы четко можем слышать, может быть вынесен в соло-режиме один объект, и это еще усугубляется тем, что у игрока есть фактически слайдеры громкости, которые может ввести какие-то звуковые объекты, и у вас может какой-то неудачный возможно саунд-дизайн вылезть на поверхность. Далее. Прежде всего, при микшировании геймплейного геймплея создание правильной логики это крайне важная вещь. Фактически мы можем не только микширование геймплея, это не только манипуляция фейдерами, посыл на пространскую обработку, обработку динамическую, частотную, это создание правильной логики, то есть создание правильной логики внутри самого аудиодвижка и уже настройка именно там, непосредственно всего микса, уже как он будет действовать, где будет лоу-пасс, где будет хай-пасс, и уже на этом этапе мы должны выстраивать саму концепцию звучания. Далее. Также наша задача это создание саморегулирующегося звукового микса, который под собой подразумевает, что бы ни сделал игрок, микс должен звучать приемлемо и должен отвечать нашим запросам. Также последнее в списке, но не последнее по значению, это микширование геймплея, это всегда слаженная работа с программистом, так как в принципе аудио в видеоиграх это не только работа звукорежиссера, это взаимодействие кода игры с непосредственно нашим аудиодвижком. Далее. Непосредственно я для себя разделяю микширование на две части, как таковое техническое микширование, то есть решение проблем каких-то частотных, динамика, работа с динамикой, с пространством и так далее, и творческое, что когда мы уже вынуждены решать какие-то творческие задачи креативным подходом. Начнем мы с нашего технического микширования и прежде всего посмотрим типичное видео нашего геймплея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из этого короткого фрагмента понятно, что у нас самая главная особенность нашей именно игры это насыщенность боя именно звуковыми объектами. У нас слишком много звуковых объектов на единицу геймплейного времени. Соответственно, какой в этом самый логичный выход? Это прежде всего грамотное лимитирование всех голосов, как на подгруппах, так и в единичном режиме, так и грамотная приоритизация всех голосов. У нас одновременно могут играться как выстрелы ГК, а также ПМК, ПВО, а также на нас может напасть самолет. И в частности нужно еще озвучивать гейминтерфейс, приближение торпеды, также еще есть вайсоверы, а также еще может подойти еще один корабль, у которого тоже ГК, ПМК, ПВО и так далее, и так далее. И чтобы все это не превратилось просто в полную кашу, главное, что вам нужно делать, это жесткое лимитирование и приоритизация. Далее, также в этом нам помогает продвинутая система сайдчейна. Сайдчейн цепочка, это цепочка, при которой мы имеем управляющий и управляемый сигнал, при котором громкость одного управляет каким-либо параметром другого. Соответственно, мы не только управляем здесь как таковой громкостью, и мы также можем управлять и автоматизировать все параметры, которые доступны в нашем движке VWISE. В том числе для грамотного взаимодействия наших звуковых частей мы используем также автоматизацию насыщения таких параметров, как low pass, high pass и так далее, и так далее, и так далее. Можно даже автоматизировать какие-то посылы, либо какие-то параметры на эффектах. Также мы используем триггер, как сайдчейн. Это специальный звуковой сигнал, который запускается одновременно с саунд-дизайном, который игрок никогда не услышит, абсолютно. Он представляет из себя снысоиду. В чем выигрыш этого? Выигрыш в этом в том, что мы можем настраивать саму длину этого триггера. Соответственно, мы можем настраивать, насколько выделится наш саунд-дизайн данного объекта, который является управляющим сигналом. Что-то подобное делает на самом деле американский звукорежиссер Тони Мазерати, который, когда настраивает капрессор, многополосный работает уже непосредственно с частотами и работает с тем, что он показывает как бы частоты, а потом их убирает в микс. И он, в принципе, рассматривает весь микс как набор частот, которые нужно показать, а потом убрать. Соответственно, у нас что-то подобное, но только уже на уровне непосредственно саунд-дизайном. Далее. Прежде всего, раз у нас очень большое количество звуковых объектов, мы должны фокусировать внимание игрока. Как это делается? Прежде всего, у игрока должна быть четкая привязанность к картинке. Все, что он видит, все, что приоритетное, он должен слышать. Соответственно, все другие звуковые объекты, которые мы не видим, которые игрок не видит, они являются менее громкими, менее приоритетными, менее четкими и характерными, что обуславливается их обработкой low-pass, high-pass фильтром и так далее. И апофеоз этого, на самом деле, является нашей камерой FPS. Это режим, когда мы играем в режим бинокля. Там совершенно четко нужно задавать жесткие ограничения, так как, когда мы следим за боем на дистанции 10 километров, то все, что вокруг нас, если мы будем слышать, то превратится микс в полную кашу. Соответственно, это тоже к вопросу о грамотном ограничении. Далее. Также в миксе должно быть грамотное панорамирование звуковых объектов. Многие звукорежиссеры недооценивают данный параметр, потому что думают, ну вот мы сейчас понакидаем каких-то там звуков очень широких, и все будет зашибись. Но на самом деле это нужно продумывать еще на этапе создания прототипа, на этапе создания логики. Как это будет, где будет располагаться мейнган, где будут располагаться другие объекты, как они будут между собой взаимодействовать. В частности, тут представлены на двух картинках схематическое изображение слева, это у нас камера ГАНС, когда мы смотрим от главного калибра, и справа рисунок расположения объектов, где мы находимся в камере FPS. Соответственно, как вы видите, все грамотно продумано и располагается равномерно по панораме, что, собственно, и требовалось доказать. Далее, что касается работы со стереобазой, в принципе, звуковой картины. Также многие звукорежиссеры заупотребляют тем, что они, в игровой индустрии особенно это распространено, они гонятся за тем, что в соло-режиме наш звуковой саунд-дизайн должен звучать очень широко, априори, как бы он звучит чуть более хорошо. Соответственно, они делают все очень широкое, и, соответственно, мы получаем просто по факту широкое моно. То есть залог полноценного стереофайла, стереокартинки, это разница между правым и левым каналом. Тогда как, если мы имеем кучу просто широких файлов, то разница между правым и левым каналом там будет минимальна. Соответственно, это будет звучать очень странно, и смысл в этом очень странен будет. Далее. Что касается выстраивания многоплановости в нашем миксе и многопространственности в нашем миксе. Прежде всего, что касается игрового, микширования игры, мы выстраиваем наш геймплей непосредственно из позиционирования. То есть мы создаем правила игры, при которых на определенной дистанции звук должен как-то угасать, должна быть меньшая приоритизация и так далее, и так далее. Тем самым мы как бы уставляем физические параметры нашего виртуального мира. Также, что касается работы с пространством, у нас есть три посылных ревербератора, которые отличаются только при дилеем, что позволяет сымитировать более реальные задержки в нашем воображаемом мире. Также у нас есть отдельные звуки на ближний и дальний бой. В дальний бой специальные звуки, которые предзаписаны, которые сложно сымитировать достаточно позиционированием, и что придает более логичное звучание, более натуральное. И также у нас есть специальный добавочный слой акустических отражений, которые домешиваются к главным выстрелам, к главным событиям каким-то, которые тоже делают наш геймплей более ясным, более натуральным. Далее. Что касается микширования с музыкой. Если мы рассмотрим музыку, то прежде всего музыка это крайне широкополосный объект, обладающий крайне широкой динамикой. Если так рассматривать, то музыка при наличии большого количества звуков в геймплее, она мешает всему. И музыке мешает все. Как мы решаем эту проблему? Прежде всего у нас есть специальный микс с музыкой, при котором мы выстраиваем частотный баланс, который оптимально подойдет именно для музыки. Дальше. С музыкой мы удаляем все второстепенные звуковые объекты в геймплее, которые играют только колористически, так называемые, являются колористическими. Все они убираются, так как из-за музыки они будут просто не слышны. Также мы имеем многополосный, условно говоря, многополосный сайдчейн на музыкальной шине, который позволяет более музыкально производить сайдчейн, так как основные громкие звуки в нашем геймплее это прежде всего выстрелы и взрывы. И у них главная энергия заключается именно в низкочастотном спектре. Соответственно, мы продавливаем именно этот низкочастотный спектр, не трогая все, что выше. Тем самым получаем более натуральный эффект. Далее. Что касается уже, также мы должны прежде всего выравнивать все главные звуки по приоритизации и громкости. Что касается еще динамики в миксе, мы прежде всего, как в классическом микшировании, все это поджимаем на мастер-басе, собственно, мастер-компрессором, который выравнивает динамику и делает микс более слитным. И мастеринг уже представлен непосредственно обрезной фильтрацией, непосредственно саб-баса и максимизацией и лимитированием, чтобы уже непосредственно аналоговый цифровой конвертер и цифроаналоговый конвертер у игрока непосредственно не сходил с ума. Далее. Переходя уже к творческому микшированию, которое рассматривает нестандартные действия, нестандартные решения, в принципе. Изначально я расскажу вам, что мы делали на примере шелл-трекера. Это такая специальная камера, которая предполагает собой слежение за снарядом и полет, как бы на снаряде. Прежде всего, основная концепция была в том, чтобы сделать некий вуш, который бы перерастал потом в хит по кораблю, то есть должно быть что-то... Но мы непосредственно на момент создания этого эффекта не знали вот это расстояние между врагом, куда попадет наш снаряд, и непосредственно кораблем. Какой же может быть выход? Я очень долго думал и пришел к выводу, что вспомнил непосредственно о Тони Шепарда, который представляет из себя несколько подменяемых собой синусоид, и в связи с этим он воспринимается как бесконечно восходящий, хотя по факту они просто подменяются, и ничего там такого не происходит. Вызывайте пример следующим образом. Есть постоянное ощущение, что он возрастает, хотя это иллюзия. Так, ой, сори. Так, соответственно, я думал, как же это перенести? Потому что это идеальный вариант, при котором на каждый момент времени у нас может оборваться звуковой дизайн и перерасти в хит по кораблю. Соответственно, что я придумал? Я взял несколько вушей, которые построил в цепочку, которые взаимодействуют друг с другом, и запустил их в лупе. Соответственно, получилось что-то примерно такое. И вот пошел уже следующий. И еще один. Тем самым мы как бы повторяем то же самое, но только в саунд-дизайне. И непосредственно в геймплее это уже выглядит следующим абортом. Тем самым, кстати, это еще и частный факт звуковой сцены. Мы как бы докрашиваем наш геймплей. Далее. Переходя к следующему слайду. Как мы решали проблему наших двигателей-самолетов? Прежде всего, нужно отметить то, что двигатель самолета – это очень клиширный звук, и все знают, как он пролетает. Ну, все с детства видели, все за ним бегали. Я очень долго думал, как же это реализовать. Прежде всего, я разделяю подлет самолета на три фазы. Это первое. Мы слышим просто гул где-то вдали. Дальше. Самолет приближается к нам чуть ближе. Мы уже слышим прямой звук, прямой сигнал этого двигателя самолета. Также отраженный звук и, соответственно, этот прямой и отраженный звук также начинают взаимодействовать, и возникает эффект флэнджера. И, соответственно, потом наш самолет уже приближается, совсем близко летит над нами. Мы слышим практически только прямой сигнал. Моя задача была все это воссоздать силами логики Вайза. Непосредственно и эффект доплера, и эффект плавающей фазы. И в результате получился достаточно многослойный двигатель. И звучит он примерно следующим образом. Вот это он и летит издали. Начинает работать фаза. Понижается тон эффект доплера. Ядно слышно фазы. И сейчас он опять уходит в гул. Соответственно, тем самым мы создаем непосредственно реальные физические процессы в логике, что крайне важно и очень сильно влияет на атмосферность звука, так как каждый игрок знает этот звук, и он хочет, чтобы самолеты звучали именно так. Далее, последний слайд, который я хочу вам показать, это реализация задержки, в частности, звука в нашем геймплее. Она реализована на настройках ультра-хай. И в частности, когда поступила у нас задача, что стоит попробовать, стоит прототипировать это. В частности, игроки очень сильно просят это, просили, все время умоляли, давайте, давайте, когда уже это все будет. Тогда я подумал, прежде всего, наш реальный бой в камере FPS мы слышим примерно на расстоянии 10 километров. Я не буду дураком, возьми и посчитай. А какая же будет задержка на 10 километров? И получается, что фактически задержка у нас получается практически 30 секунд, что никак не может быть воплощено в рамках геймплея. Так как у нас, в принципе, разделяется звуковая часть и картинка, которую мы видим в геймплее. Соответственно, я думал, что что-то нужно по-другому, нужен другой подход. Как же это сделать? Я решил апеллировать непосредственно к звуковому опыту игроков. Все мы с вами видели салют. Все же видели. Все прекрасно помнят, как сначала мы видим картинку, а потом до нас доносится хлопок этого звука. Я подумал, да, и вот это, на этом примере мы же очень четко слышим именно пространство. Мы четко ощущаем это пространство. Поэтому, так как мы, в принципе, в геймплей создаем идеальные условия, идеальное пространство поведения звука, я поэтому перенес именно вот эту задержку в геймплей, что фактически является таким колористическим докрашиванием, но не является сугубо реальным отображением физических процессов в акустике непосредственно. И выглядит это следующим образом. То есть задержка есть, но нет отрыва от картинки. Самое главное. Если вы проанализируете, в принципе, весь кинематограф, то там, именно с этой точки зрения, обычно нету, в принципе, нигде задержки, потому что мы тем самым теряем отрыв от картинки и звука. Это очень фундаментальная вещь, которую, в принципе, нельзя нарушать. Собственно, примерно таким образом мы... Это все, что я вам рассказал, это основная часть, основная наша концепция, к которой мы пришли за многие годы разработки нашей игры, как саунд дизайна, так и микширования нашего геймплея. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете их задать прямо сейчас. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Владимир. Вопросы? Здравствуйте. Меня зовут Александр. У меня два вопроса. Вопрос номер один. Вот у вас есть внутренний миксер, добавили, куда можно закидать всяких музык, и они будут воспроизводиться, да, там, допустим, одна с другой. А можно ли как-то это сделать, чтобы это работало, допустим, как же боевые барабаны сейчас, вот новая фишечка такая есть? Ну, в принципе, да. Если будет запрос игроков, мы непосредственно рассмотрим это дело и прототипируем. Да, да, почему нет? Второй вопрос. Мне было бы интересно сделать озвучку для действий, собственно, корабля, но никакого простого способа это сделать нет. Там какие-то хитрые паковки, распаковки. А вы имеете в виду именно сделать модификацию? Светатель, наверное, капитан. А, именно вайсоверы, да? Я так правильно понимаю? Да, ну, как записать звуки, собственно, которые... Да, 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 я вас понял. Ужин там и так далее. Я вам раскрою маленькую тайну. Сейчас именно происходит переработка как раз модификации. И в ближайшее время, не знаю, месяц, два или три, это будет сделано. И это будет специальная программа, которую вы можете скачать. И, в частности, там будет все просто, интуитивно и понятно. Спасибо большое, шикарно. Спасибо. Да, не за что. Звуки топовые во всей игровой индустрии. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Григорий Сычев, я исторический консультант Wargaming, Минская студия разработки. Скажите, а какие реальные корабельные звуки записывались для игры и потом были использованы вот в этом? И было ли это вообще? Ну, в частности, начнем с того, что у нас в игре есть достаточно старые корабли, которых ныне уже не существует. У нас невозможно такая ситуация, как в World of Tanks, которые, например, взяли и поехали записывать выстрелы. Взяли и поехали записывать двигатели. В частности, корабль это достаточно большой и сложный механизм. Как там может звучать, в принципе, двигатель в одном пространстве? У нас же, фактически, мы видим только в трех положениях в геймплее, как выглядит корабль. Это камера ГАНС, стандарт и FPS. Но там же звук может быть в трюме, звук с палубы, звук с кормы и так далее, и так далее. Звук в корабельной рубке. Это все разные звуки. Соответственно, тут выходит очень большое разнообразие. А что, если переходя уже непосредственно к тому, что у нас есть? У нас есть колористические звуки, которые именно докрашены. Это скрипы корабля, которые интуитивно тоже записывались. Это корабельная рында, которая у нас есть в доке, если вы услышали, она есть в частности. Это именно такие колористические звуки, которые не требуют именно записи громадных, ну, аренды громадных кораблей, которых уже не существует, и записи, соответственно, их. Поэтому как-то так. Спасибо. Еще вопросы? Ну, вот там робкая рука. Здравствуйте. Добрый день. Я смотрел несколько видео о разработке звука команды из Минска и обратил внимание на то, что очень часто звуковая команда ориентируется на фидбэк. То, что приходит от пользователей, потом перерабатывается и поступает в работу. А бывают ли ситуации такие, что фидбэк, который приходит от пользователей, он идет в серьезный разрез с тем, как вы это себе представляете? И если да, то как вы решаете такие задачи? Хорошо. Очень важный вопрос, на самом деле, вы задали. Потому что мы, естественно, следим за фидбэком, мы читаем все форумы, что пишут и какая, если новая фича какая-то заходит в звуковом плане, мы отслеживаем, как же она заходит, рады ли наши игроки или не рады. Наша основная задача – это счастливые игроки, прежде всего, которые будут играть в нашу игру, а не то, что наша игра, возможно, скатится и канет в небытие. Наша задача именно, чтобы в нее играли. Соответственно, мы прислушиваемся к этому. Возможно, есть какие-то спорные моменты, где мы думаем, как разработчики, что было одно, а игроки это поняли по-другому и пошло это вразрез. Но зачастую мы держим руку на пульсе и пытаемся своевременно потом применять все исправления и по мере выпускания нас патчей, собственно, все это фиксить и делать более юзабилительным. Собственно, как-то вот так вот. Тогда спасибо, Владимир, за прекрасную презентацию. Кто захочет вам персонально задать вопрос, могут подойти после презентации. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин